Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами продолжаем заниматься программированием микроконтроллеров STM32. Мы также продолжаем работать с АЦП, контроллеры STM32 и F1 с использованием библиотеки LL. И также работать мы продолжим с инжектированной группой. Только теперь мы можем уже уверенно сказать именно с группой, так как работать мы будем не с одним каналом, а с четырьмя, что является максимально возможным количеством каналов для инжектированной группы. Чтобы работать с количеством каналов больше одного в инжектированной группы, необходимо использовать режим SCAN, который сканирует сразу несколько каналов в заданной последовательности. Таким режимом мы пользовались с вами в регулярной группе, теперь предстоит нам и в инжекторной. В регулярной группе мы использовали ДМА, чтобы как-то в процессе выбирать из регистра данные, а здесь нам не потребуется никакой ДМА, то есть здесь у нас под каждый канал свой регистр. А где именно задаётся последовательность для SCAN, это мы уже с вами обсуждали, а в регулярной группе мы режим SCAN использовали, я напомню, в уроках 189 и 191 через тире. Использовать мы будем также однократные преобразования, то есть запускать мы будем каждый раз сканирование наших каналов принудительно. Схему урока остаётся прежней, причём использовать теперь мы, как вы поняли, будем её полностью, все четыре делителя. На схеме у нас работает проект урока 195, поэтому показатель у нас здесь только с вами один. Займёмся теперь проектом. Проект у нас назван почти что так же как и проект урок 192, только появился PostFix SCAN. И из него он был и сделан, из проекта 192 урока. Вот с таким вот именем. Запускаем в QBMX наш проект. Идём в EDC первый и включим ещё три канала. Как видим, у нас ножки также включились соответствующие. Ну понятно, что здесь также нам предстоит и внизу немножко поработать. Вот у нас раз четыре в своём канал, значит нужно включить нам четыре конверсии. Вот как видим, режим SCAN у нас включился автоматически. Теперь ранки. Этот оставляем также. Ранк второй уже меняем соответственно. Канал второй и выбираем такое же количество циклов. В третьем всё делаем аналогично, хотя в принципе от этого пока толку нам нет. Мы всё равно всё будем потом прописывать руками, настраивать руками. Но надеемся, что воспрянет у нас производитель кьюба и всё это поправит со временем. Ну не поправит и не подправит. У нас руки растут откуда надо. Всё мы с вами сделаем самостоятельно, если что. Ну и всё, в принципе, кейл запускаем, вернее проект генерируем. Для него произведём все наши настройки обычные, подключив сначала библиотеку для дисплея, которую мы сами же и писали. Затем нулевой уровень оптимизации и также автоперезагрузка после заливки ПО. В mainc функции main первым делом превратим наши вот эти вот две переменные в массивы, так как у нас теперь с вами каналов-то больше, четырёхэлементные. Ну а здесь прибавим до двадцати строка. Длиннее будет, скорее всего, возможно иногда на весь дисплей. И может не хватить памяти, куда-то мы тогда заедем. Контроля, как мы знаем, в обычном C за длиной массива нет. Ну в необычном тоже нет, но там есть динамические массивы. Там есть. Вот. Хорошо. Что теперь надо сделать? Сделать ещё нужно нам немало. Всё из-за того, что кьюб мы поняли как у нас работает в кавычках хорошо. А что сначала? Сначала вот что. Что мы с вами сканируем последовательность из четырёх позиций. Назовём так. Не знаю как ранг переводится, я не переводил. Ну для нас это позиции или ячейки, в которых настраиваются каналы. И причём ячейки мы тоже сейчас каналами набивать будем самостоятельно. Никто за нас это не сделает. Никакой кьюб. Дальше. Вот что, да? Scan. Enable. Включаем скан. Причём он, как видите, инж тут никакого нет. Он и для регулярной, и для инжекторной группы один и тот же. Вот у нас с вами один канал настроен. Один ранг, вернее, под первый канал. Остальные аналогично, да? То есть, тут где были единички, тут везде двойки, тут везде уже тройки и тут везде четвёрки. Всё везде. То, что мы вот только что с вами в кьюбе сделали, мы сделали и вот здесь. Ну и похвалимся, что мы работаем с режимом scan. С последовательностью. Вот здесь вот ещё одну строку на наш дисплей, добавив при этом. Затем вот здесь вот adcData нулевой. Ну и в принципе можно вот так вот раскопировать и сделать то же самое для первого, второго и третьего элемента нашего массива, отправив туда другие регистры, чтобы считались других регистров. Вот так. Дальше мы с вами вот это давайте удалим и немножко по-другому всё это сделаем. Вот. Мы с вами в цикле соберём всё, вернее не соберём, а преобразуем вольты в цикле и покажем всё на нашем дисплее. Ну в принципе здесь всё с однократным преобразованием, всё тут нормально, ничего больше мы не правим. То есть вот так. Ну урок соответственно нам поможет убедиться в том, что действительно в разных регистрах у нас всё это находится. Потому что вот функция, собрать надо хотя бы раз. Она именно обращается к регистрам и забирает данные именно из соответствующих регистров. Вот они. Вот они их. Оффсеты. Вот сама функция. Мы с вами читаем регистр gdr1. Потом, вернее, ну, указывается у нас на gdr1. У нас их там четыре. Ну давайте даташит. Зайдём. Всё равно урок короткий. Есть у нас тут время. То есть ADC Registers. Посмотрим наши gdr. Вот их четыре штуки. 1-4. И мы здесь Offset используем. То есть насколько отстаёт следующий регистр от этого. Ну чтобы так вот сделать функции такую вот. LL пошёл на это. Автоматическую. Причём такую, чтобы она не была функцией, а чтобы она была подстановкой в код. Ну, inline. Вот. И читаем регистр. Другой уже. То есть если ранг 2, то у нас уже будет Offset. Вот такой вот двушечка. И соответственно потом, когда мы читаем, вот этот вот самый Offset, он здесь будет использоваться. Вот мы ранг с вами. И здесь специально есть тоже макрос такой с shift. Ну, разберётесь. В общем, читаем мы именно вот эти регистры. Можно, конечно, было на cmsys написать, просто их прочитав. Ну, пока мы LL пользуемся, работаем с LL. Ну что ж. Собрали код. Прошиваем. Как видим, у нас на дисплее с вами появились четыре значения. Попробуем поиграть с ними. Вот. Всё отлично. регулируется. Первый канал. Вот. Второй канал кручу. Третий вот. На прибавление, на убавление и четвёртый. То есть, ну, мы хотя бы убедимся, что мы не перепутали там ничего с каналом. То есть мы с вами ни одной ошибки не совершили. Но тут их, в принципе, совершать негде. Но иногда бывает и на пустом месте, когда волнуешься. Итак, всё у нас работает отлично. Показания оперативно снимаются всех каналов. На данном уроке мы научились работать с режимом последовательного сканирования каналов инжекторной группы, применяя при этом также режим пока однократного преобразования сигнала. На следующем уроке мы применим с вами уже тот же самый режим, но, пользуясь этим режимом, мы применим ещё механизм прерывания EDC. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, включайте уведомления, чтобы ничего не пропустить. Пишите комментарии, жмите кнопочку «Мне нравится». если вам понравился данный урок. Всем пока, всего хорошего, всем доброго здоровья!